Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, друзья, по прошествии двух недель моего отсутствия сегодня мне приятно констатировать, что за этот непродолжительный период времени динамика финансовых активов изменилась таким образом, что в плюсе, безусловно, остались те, кто ставил на снижение курса американского доллара и рост рисковых активов. Большинство идей, которыми мы руководствовались, отработали себя. Некоторые уже близки к тем целевым значениям, которые были обозначены в качестве таковых. Сегодня мы наблюдаем за локальным восстановлением курса американского доллара, но я думаю, что это временное явление и динамика. Честно говоря, изучение новостного фона, опять же, пятница, когда мы видели коррекционный отскок бакса, сейчас не дал мне возможности как-либо объяснить это с точки зрения фундамента. Я думаю, что в большей степени этот рост был связан с техническими факторами. А это значит, друзья, то, что мы в целом можем и дальше руководствоваться насыщенным, фундаментальным, островым таким факторов, связанных с заседанием Федрезерва, которое состоялось на прошлой неделе, и с моим коллегой вы детально, я надеюсь, разобрали все последствия этого заседания. Напоминаю, друзья, то, что американский регулятор, в принципе, не оправдал ожидания тех, кто ставил на то, что ФРС может допустить более раннее ужесточение денежно-кредитной политики. ФРС по-прежнему склонен проводить мягкую экономическую политику, удерживать ставки низкими и сохранять программу количественного смягчения, которая, как вы знаете, сейчас составляет 120 миллиардов долларов в месяц. Таким образом, поскольку ФРС не дал сигналов на то, что он готов изменить курс денежно-кредитной политики, мы в целом можем, как и раньше, ставить на то, что мягкий режим будет ассоциироваться с идеей долгосрочного ослабления курса американского доллара. По статистике, то есть, можем выстраивать и дальше фундаментальные идеи для торговли финансовыми активами. Для БАКСа слабость будет сопряжена именно с позицией Федрезерва. Второй аргумент в пользу его слабости – это статистика. Друзья, макроэкономические данные, индекс доверия потребителей – 121,7 со 109, существенный рост, очевидный прогресс. Индекс потребительских цен – основное значение инфляции 2,6%, но для ФРС, безусловно, является определяющим базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продовольственные товары и на энергоносители. Здесь значение скромнее – 1,6%. То есть, можно сделать вывод, что поскольку оно существенно отстает от целевого ориентира в 2%, нет каких-либо опасений, причин и страхов для ФРС, чтобы испугаться потенциального роста инфляции и преждевременно пересмотреть свой денежно-кредитный курс. То есть, сильная статистика по штатам – это уверенность в росте американской экономики, параллельно – это уверенность в росте мировой экономики и, соответственно, причина работать точно уж с риском, друзья, с риском, не с защитными активами, с американским фондовым рынком, о котором мы сейчас поговорим. Но я надеюсь, что те из вас, кто его покупал вместе со мной, сейчас в солидном плюсе. И мы сделали цели по СНП, мы сделали цели неоднократно, и по NASDAQ сейчас остается только Dow Jones, но он тоже доберется до нашего заветного целевого ориентира в 35 тысяч пунктов, потому что цель была изначально более амбициозная. Но траектория роста американского фондового рынка, она остается таковой. Поэтому, друзья, возвращаясь к статистике, индекс доверия потребителей, данные по инфляции, темпы экономического роста за первый квартал 6,4%, заявки на пособие по безработице 553 тысячи, это траектория тенденции снижения, хорошие данные. И еще одна причина все-таки нам верить в рост американской экономики. Давайте не будем заниматься глубокопанием. Я понимаю, что если мы сейчас займемся анализом второсортной статистики, там могут быть не самые сильные сигналы того, что экономическое восстановление прям такое уж и безоблачное, скажем так. Конечно же, есть минусы и там. Но если говорить про основные макроэкономические данные, давайте сейчас не будем мудрить, все-таки поставим на то, что правы были те, кто считал, что рост американской экономики останется устойчивым, и США среди развитых рынков точно будут впереди планеты всей. Также хочется отметить еще и потребительскую активность, которая скопнула больше, чем на 10%. Друзья, отсюда и показатели по ВВП. Третья причина, почему я считаю, что курс американского доллара будет неуклонно снижаться. Это двойной дефицит. Это дефицит бюджета, дефицит внешней торговли. Откройте любой учебник экономической теории, и вы поймете, что при таких вводных невозможно работать с высоким курсом национальной валюты того региона, где фиксируются вот такие значения дефицита, как сейчас в США. Я прекрасно понимаю, что мягкая экономическая политика в Штатах вечно продолжаться не может, друзья. Но у меня есть своя точка зрения. Я считаю, что ФРС все-таки начнет ее ужесточать. Сначала через сокращение программа количественного смягчения, но не сейчас, не завтра, не через месяц, а как минимум первые сигналы вот этого потенциального ужесточения мы можем получить только в августе, в конце августа, когда состоится очередной симпозиум Джексон Холли. Традиционно на этом банковском форуме мировых регуляторов принимают соответственные и судьбоносные решения. Ну, по крайней мере, традиционно для американского регулятора. Вот до августа я советую не рыпаться, советую положиться все-таки на то, что есть, и на слабости курса американского доллара. Поэтому дожимаем бакс до поддержки в 90 пунктов. Нефть 66,43. Негативный фактор для нефтянки. Это Индия. Треть всех случаев заболевания коронавирусом в мире приходится на эту экономику. Индия это не какая-то там страна, которая не имеет никакого значения на рынок нефти. Нет, это не так. Индия это третий потребитель углеводородов в мире. Поэтому, если есть опасения за экономический рост этого государства, то, конечно же, есть причины, полагайте, на снижение спроса, который, кстати, из-за ситуации с ковидом может просесть на 300 тысяч баррелей. Но это третья экономика, которая генерирует основной спрос на нефть. Есть еще США и Китай. По Штатам мы только что разобрали, все нормально. По Китаю тоже позитивные данные, рост производственного сектора, восстановление. Поэтому я в целом, друзья, рекомендую вам, как и раньше, ставить на рост нефтянки. Мы сейчас гораздо выше, чем те значения, которые были две недели назад, но мы не добрались до цели в 70 долларов за баррель. Точно до этого значения доберемся. Хочу также отметить, друзья, то, что в этом месяце, вот фактически второй день, это продолжение сезона активных автомобильных поездок, которые будут определять значительный спрос на бензин. Даже месяц назад спрос на бензин в США составлял 8,9 миллионов баррелей в сутки. Для сравнения, это больше, чем на 70%, чем за аналогичный период времени в 2020 году и всего лишь на 5% ниже, чем до пандемии. То есть, фактически, в Штатах активность автолюбителей вернулась к допандемичным значениям. Это также будет определять дальнейший повышенный спрос на углеводороды и создавать хорошие условия для роста котировок нефти. Доллар Канаде с 1,2293 трехлетний минимум. Здесь все идет по тому сценарию, который ранее прогнозировался. Учитывая то, что канадский регулятор поменялся ролями с Банком Канады и, скорее всего, станет первым регулятором, который повысит процентную ставку, я считаю, что доллар-канадец точно доберется до поддержки 1,20. На прошлой неделе Банк Канады улучшил прогнозы экономического роста до 6,5% с 4% и сократил программу количественного смягчения и намекнул, друзья, на то, что повысит процентную ставку. Давайте работать с этим. Тем более, что здесь еще и рост котировок нефти и потенциальное снижение курса доллара. Новозеландец против американца 0,7174, цель 0,73. Мы на прошлой неделе ее практически достигли. Был максимум 0,7286, но все-таки 14 пунктов не хватило. Будем дожимать, друзья. В целом спрос на риск останется повышенным. Я думаю, что новозеланец доберется до этой цели и, возможно, окажется даже повыше. Dow Jones 33,874, цель 35 тысяч. По NASDAQ 13,870, но на отметке 14 тысяч, друзья, я вышел из длинной позиции, потому что очередная круглая цифра. Это так уже экстра профит, экстра прибыль, поэтому довольны. Есть Dow Jones, с ним я еще продолжу работать. Евро против доллара 1,2018. По монетарной политике заседания Европейского Центрального Банка все без изменений. Самое главное, что ЕЦБ продлил действие программы количественного смягчения, скажем, в формате экстренного выкупа облигаций почти на 2 триллиона евро до конца марта 2022 года. Это хороший сигнал сейчас с учетом повышенных темпов вакцинации, восстановленного доверия к вакцине Pfizer и снятия карантинных ограничений, не полного, конечно же, а начала смягчения этих ограничений в Франции и Италии. Ситуация стабилизируется, настроения улучшаются. Друзья, давайте ставить на то, что пара евро-доллар обновит локальные максимумы и будет бодаться за уровень 1,23 и даже повыше. Фунт против доллара цель была 1,40. Мы ее сделали на этой неделе заседание Банка Англии, но я думаю, что поговорим о нем ближе к делу. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели и до скорых встреч. Всем пока!